Добрый вечер Наши уважаемые зрители и болельщики Болельщики турнира Хаки Оупен Как-то начали красиво У нас сегодня игры группы Б Одну из игр группы Б Мы вчера уже увидели Второго группового этапа Это была игра ТД-42 Клешня Дэнни против Гирзов Вор Шэдвус А покажи нам Эксплит на всякий случай Ну у нас же сегодня вы видите Что у нас сегодня изменилась У нас сегодня Гагидзе сидит в гарнитуре А я с понтовым микрофоном Понтовый катафей с микрофоном Да, понтовый катафей с микрофоном Чтобы не было слишком громко Или слишком тихо Вроде бы все хорошо, да? Ну Замечательно Итак, у нас сегодня Пять боев группы Б Мы из них вам покажем Три в прямом эфире С комментариями И еще два будут в записи Капитаны команд в курсе У нас есть расписание Оно есть в новости на сайте Есть в этом же расписании Указаны ники стримеров Вот мы уже в принципе В тренировочную комнату Нас пригласили Сейчас у нас играют Сейчас у нас играют Да, Гофф Браво и Гофф Дельта Ты это хотел сказать? Гофф Браво и Гофф Дельта Я это хотел сказать Точнее услышать от меня Да Они все еще в одном клане Да, эти две роты? Это первый Самый первый клан Гофф Браво Я насколько знаю Я сейчас гляну Гофф Браво считается Топовый рот Нет, они в разных составах Я вот смотрю Вован еще с Дельтой У него через ноль написано Это разный состав Но это все один клан Скажем так Одно сообщество Да? На разные составы Начинали они в одном клане Все это был один клан И Шедоус Которая у нас тоже попала В группу Б Тоже была в этом же клане Они все были в одном составе Не хватает только Альфа Но Альфа, к сожалению, не прошла Во второй групповой этап Да, ну это их проблемы уже В принципе, да Жаль Жаль Они вот Дольше всех продержались У нас на Intel Challenge Да? Альфа Они последними С него вылетели Практически могли даже Попасть в финал Да, у них чуть-чуть не хватило Одного очка не хватило до финала Вот А здесь вот В Хаке Как-то так им не повезло И они Получается Одними из первых Вылетели с турнира Хаки Ну посмотрим Посмотрим Что хочется сказать Про эти две команды Гофф Браво И Гофф Дельта Обе команды Очень сильные Ну Многие, кто играет В Gears of War Считают, что Браво сильнее Это как бы такая Пилотная рота Да? Считается Топ рота Топ рота Но с другой стороны По-моему Именно Дельта Заняла призовые Вот места В прошлом Хаке турнире Я могу ошибаться Может быть Альфа Я не помню Альфа или Дельта Кто-то из них Я знаю что в Шедоуз Заняли третье место Да В прошлом В Роте Шедоуз Да Я как раз в Роте Шедоуз Но мысляс о других О других Дело в том Что уже почти месяц Да даже больше Наверное месяца Как Intel Challenge начался Практически не появляюсь в игре Очень мало времени Остается ребята Как любая Серьезная деятельность То есть Если вы Занимаетесь игрой Как киберспортом Вот как занимаются Red Да То я думаю У них тоже На какие-то сторонние На какую-то стороннюю игру Помимо вот тренировок И собственно Турниров И глобалки Когда она есть Я думаю Тоже очень мало Остается времени Вот что ты скажешь Ты сейчас в Red Yoga Много тренируетесь В Red Yoga Тренируемся Слушай Сейчас с выходом Новых Рот Мы тренируемся каждый день Каждый день Столько заходим А вообще В Ротных Боях А именно в тренировках Именно в тренировках По полтора часа У нас профильная карта Ласвель Мы откатываем ее И еще какие-то Другие карты А к турнирам К турнирам А Вы участвуетесь Сейчас вот в Лиге Танков Вы участвуете Я знаю На ESL участвую Но На ESL Я еще не участвую С ребятами В Лиге Танков Участвую Но команда называется Не Red Yoga Команда называется Red Officers У нас 7-8 10 человек по-моему Из Red Yoga Остальные из других кланов То есть собрали Наверное стоит Тебе микрофон сделать Погромче Я смотрю У тебя намного Слабее Да уровень сигнала Окей Да ты просто ты орешь Ну вполне возможно Но надо чтобы Все-таки Зрителям было комфортно В Red Officers И ты говоришь У вас 10 человек Все в команде 10 человек Все играют Да Или 11 Не знаю Остальные А то есть это сборная Да Это сборная Да Из Officers Only Из Других Других кланов Я на самом деле Сейчас ребят К сожалению Не вспомнил Название этих кланов Понятно А вот сюда На хоккей турнир Ваш клан Участвовал Именно Радиок В отборочных Я знаю В Красном Альянсе Проводился Такой мини турнир Кто пойдет Знаешь Я даже без понятия Наверное Там надо было Как-то подать заявку Я новобранец Даже не солдат А тем временем Команда у нас Практически готова Я смотрю Команда Дельта Вот у них пока 14 человек Команда Браво Уже полностью Укомплектована Мы знаем Что в Браво У нас есть Командир Exact 34 Вот он у нас Сейчас Начал На ИС 7 Очень хороший Командир Очень результативный Главное Что у него Очень быстро Скорость Принятия решения Да он Из тех командиров Которые Не просто играют По какой-то Шаблонной тактике Которые могут Прямо в бою Даже если Все пошло Не так как хотелось Моментально Сориентироваться И мгновенно Перестроить Всю тактику Вот у себя в голове И людям Очень быстро Раскидать Что и кому делать То есть Очень Вот Хорошая реакция И скорость Принятия Таких тактических Решений Не только для себя Но и для всей команды Бойтесь Да Мы знаем Что также В Браво Есть тактики Скажем Лис Хороший тактик Замечательный игрок Но насколько я знаю Он именно в боях Не командует То есть В Браво Только один командир А вот в Дельте Насколько я знаю Там наоборот Там очень много офицеров И в принципе Все могут Принимать участие В команде Я знаю И Райнакха Он их командует Кстати Хотелось бы сказать Про Райнакха Артиллерия Да Очень классная Работа артиллерии Именно от него Всегда Потому что На 261 объекте У него Процент попадания 59 И не думайте Что он стреляет Только по стоячим Он стреляет Не только по стоячим Просто он Замечательный артиллерист Да Понимает С очень большим Опытом игры Насколько я знаю Я знаю Сейчас Томин По-моему Ваваноч командует Я не уверен Но по-моему Ваваноч Честно Без понятия Вывел роту в бой Честно говоря Да Вот Здесь я могу ошибаться Извините Ребята Если кого-то обидел Абсолютно не имел Такого В планах Ну что там у нас Команда-то готова, нет? Все готовы Напиши, что стримеры готовы А стримеры готовы Ты написал, да? Стримеры всегда готовы Ну что, ну что, ребята Давайте уже в бой Уже все заждались Мы уже 6 минут Ждем Да Вот я спросил Кто у Дельты Ком Написали мне Ваваноч Все-таки я был прав, да? Да, ты был прав Ребята Поехали, поехали Поехали Давайте Движняк 15 на 15 Все танки готовы А вот у Дельты Один человек Не готов Все, вроде бы взял танк Карта Утес Мы вчера уже видели На этой карте Бои Много видели боев На этой карте И на Intel Challenge Тоже у нас Первый групповой этап Попал на Утес И сейчас вот мы ее так вытянули В принципе, карта Достаточно интересная Какая следующая будет, кстати? Следующая Песчаная река Песчаная река Ну, это будет потом Мне четвертая карта Интересна, кстати Карелия, нет? Прохоров А, Прохоров Я не помню точно Слышь, ну на Прохоровке Фьорды точно помню финал А вот на полуфинал И, по-моему, Прохоровка На Прохоровке будет лучше мясо Ну, как и на Песчаной реке В принципе Карта очень открытая На Песчаной реке, да И на... Вот там как раз проверяется Скилл артиллерии И слаженная работа артиллерии Потому что карта очень открытая Практически невозможно Спрятаться артиллерии Бархана дает Плохое укрытие И мы И мы врываемся в бой Давай Давай посмотрим на сетапы Я расскажу на самом деле Сначала про состав дельты Он более разнообразен Здесь есть Один Е100 Маус Раз, два, три, четыре, пять, шесть Семь семерок Один на пятьси четверка Три артиллерии ГВТ-Пье 261 Две штучки И светляк Т-50-2 И мы видим Что у команды Браво Тоже есть светляк Т-50-2 Здесь две артиллерии 261-х Резиновый И таксист А, извините Шторми и таксист Да И куча семерок То есть Они судя по всему Будут рашить Рашить так очень жестко Потому что у них Ни одного тяжелого Ну точнее Тяжелые танки есть Это семерки Но ни одного Медленного танка Вот У них абсолютно Все танки Очень мобильные Включая даже арту Покажи Где они будут Как они будут Ну вот Сейчас я возле круга Я постараюсь от него Отъехать Чтобы Чтобы меня здесь Убили не совсем Возле круга Чтобы за мной Не прятались Те кто Я покажу пока что Как разъезжается Дельта Будет забирать базу Вот по мне один раз Промахнулись Направленно Промахивается Промахивается В меня выстрелили трое И никто не убил Только гусли сняли Один раз Убил тот Кто стоял дальше всего И С первой базы Начиная от Дельта Они разъезжаются В Разные стороны Практически Но Семерка Маус Е100 Внизу Остальные Наверх И сейчас уже Светляк 50-2 А у Браво Показывать И уже отстрелялась Артиллерия Браво Только что я видел Выстрел от таксиста Накинули здесь Алексей Такой непонятный Ник Честно Мне очень сложно Считать Ник У Браво Две семерки Внизу Шакал Очень хорошо Там накидывает Очень хорошо Слушай Вот это замес пошел Артиллерия У Дельты Очень хорошо Сейчас разъявилась По тачку 43% у него осталось Но 53% Успела у Дельты Заехать Да я смотрю Заехать на балкон 54% у Дельты Заехала на балкон Там она Ой Получает снизу По идее А Браво Большим количеством Семерок берут центр У них всего Две семерки внизу Союзник уничтожил Союзника Ой-ой-ой-ой Что это было? Что это было? Минус Командира Минус А вот давай Переключись сейчас на меня Посмотри Что здесь Интересное происходит Внизу Две семерки У команды Браво Залетели на карман Его хотели занять Но сюда приехали Маус Е100 И семерка Прорвался резиновый Резиновый Пролетает Насколько я знаю Кстати резиновый Некоторое время Играл в Реддрах По центру Вся арта У Дельты Абсолютно вся арта В засвете И сейчас Этим воспользуется Вот уже воспользовалась Команда Браво Он успел кстати выстрелить По-моему Нет не успел выстрелить Айронаха Топовая арта И вот из трех арт Две уже мертвы Забирает Забирает Третья кстати успела Спастись арта Да Снизу здесь Догрызают Кстати И что интересно Втроем Втроем Выйдя на двоих Команда Дельта Не смогла быстро Убрать Двух семерок Посмотрите У них один танк Уже умер И второй в принципе Тоже уже половинский На центре Активно Активно врывается Сейчас Браво По центру В четвером Да в четвером Разрывает Просто В пятером уже Разрывает Центр Здесь Ромали Да вот интересно Что семерки Заехали на Волкон Где обычные СТшки ездят Да 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 Но уже это Раз Уже это полностью Разгром Я считаю Для Браво Шесть Два Пока что В пользу Браво Идет Ну Это Это ненадолго Эти два танка Которые внизу Разобрали Двух семерок Сейчас практически Выключены Из боя Сейчас будет Минус Ромарио На центре Да Минус Ромарио Минус Рейдмакс Сейчас Рейдмакс Умрет И И здесь, кстати, тюэль интересная очень. Алекс 666-109 против Микробикса. Микробикс, насколько я знаю, очень-очень хороший. Очень хороший тяжевод. Да, тяжевод. И вот он не дает просто себя ни разу пробить. Здесь ему помогают и здесь, видимо, он заберет. Что у тебя? Добивают? А у меня с балкона куча танков расстреливает Мауса и Семерку. Ну, те отстреливаются, но я думаю, что не спасет это, конечно. Да, Микробикс, вот, потерял еще мало ХП, 568 у него осталось, но в своей битве он выиграл. С балкона, с балкона пытается постреливать. Вот одна Семерочка, кстати, умерла. Вторая тоже умерла. То есть еще огрызаются вот эти два последних танка, но понятно, что здесь ручесть предрешена. Да, артиллерию забрал, забрал Шторми и... Мы видим уже агонию практически. Агонию, ну, смотри, агонию как бы, двое про четырех, но артиллерия... Ну, очень мало ХП, очень мало ХП. 27 и 781. Можно просто взять базу. Можно держать их здесь и просто взять базу. Сейчас три танка их расстреляют, все. Есть минус Семерочка и один Музер. Ваншотный Маус. Уже ваншотный. Кто последний остался? Смол Рус. И кто его сможет? Кто его? Чей это будет Маус, интересно? Чей это будет последний фраг? Нет, Еза. Тоже, кстати, насколько я знаю, командир. Отличный тяжелот. Командир, но вот не командует в Браво. И отличный тяжелот, но я знаю, что он любит в основном Маус. Здесь, как бы, ему доверили Семерку. Ожидаемо. Что мы увидели. Мне кажется, это все ожидалось. Да, это, в принципе, было ожидаемо. Рота Браво считается традиционно более сильной, чем рота Дельта, во всяком случае. Ну, вот в среде Gears of War. С другой стороны, рота Дельта, это такая рота, насколько вот я их видел по боям, и насколько я их помню по глобальной карте. Это рота, которая может очень слабо выступить. Ну, там не потренировались ребята, не подготовили карту, еще что-то. А может выступить чрезвычайно сильно. Это рота, которая выигрывала и в Африке, и в Европе выигрывала. Здесь была, знаешь, ошибка, очень плохая ошибка. То, что убили командира, убили своего. Тимкил произошел. И этот свет, ты видел, как он наяривал, как он ездил? И он светил все. Артиллерия очень хорошо отработала. Они оставили половину Лису, они оставили половину игроку с ником Танчик. Самый, здесь, по-моему, выигрышный момент, это когда двумя тяжами отвлекли вот этих трех тяжей внизу на себя. Они все разрядились, и тут Т-52 проскакивает, а ему даже сделать ничего не мог. Да, Т-52 очень хорошо сработал. Он засветил полностью всю арту. То есть, просто вот два тяжа на себя отвлекли, отдались там внизу. Но при этом Т-52 проскочил, засветил арту, арту убили, все, бой сделан. Второй раз повторяет нам Котофей. Да. Ну, наверное, действительно, это был очень важный момент. Ну, кстати, важный момент еще... Именно этот момент игру и сделали. Да, важный момент еще то, что... Что? Роты неравнозначные. Почему до сих пор Рота Браво в первом составе и никуда не уходит, а Дельта уже четвертая? Ну, ты знаешь, на мой взгляд, нет понятия первый состав, второй состав. У клана Гирзов Вор есть, есть там сколько сейчас, пять или шесть, насколько я знаю, да, шесть составов. Но зачем это сделано? Ведь сейчас, когда глобалка, вот после последнего патча, мы знаем, что клан, который владеет землями, не может высаживаться на высадку. Да. Соответственно, чем меньше составов, скажем, да, были созданы такие кланы, которые, я думаю, будут ходить только по высадкам в первую очередь. Потому что, если ты имеешь, грубо говоря, четыре роты в одном клане, ты взял территорию и после этого ты парализован. Ты не можешь прикрывать высадки, не можешь высаживаться в других местах, ты можешь только воевать вот фронтом, там, где ты сидишь. А если вокруг тебя получилось так, что союзников много, а у тебя очень мало боев, роты без боев сидят, законсервированные, скучают. Или помочь надо своим союзникам. Да, или помочь надо в другом месте, а ты не можешь сорвать фишки, потому что у тебя вот здесь вот все связано. А когда много составов, те же самые четыре роты хотя бы на два клана разделить, один сидит на территории, а второй может уже куда-то пойти. При том же количестве боеспособных людей. То есть, раньше вот в Гирзов Вор было три состава по четыре роты, полноценных 12 рот. Вот, заканчивай, у нас начинается, и в принципе составы не меняются абсолютно. Все то же самое, то есть обе команды... Подожди, а у Браво разве было три артиллерии таких? Нет, у них появилась еще одна арта. Еще плюс арта. Да, все-таки одну семерку поменяли на арту. Но это другой рест, может сейчас предложить что-то интересное, я хочу показать именно своего монитора, именно с роты Браво. И мне кажется, сейчас они все-таки поедут. Ты вот так вот смотри, прямо нажимай. Вот и в камень упрешься, как раз. Может они поедут по низу. Мне очень хотелось бы увидеть этот раж по первой-второй вертикали. СТ плюс свет, и я думаю они прорвутся. Но СТ сейчас есть только у роты Дельта. А, Браво без СТ. Браво, СТ нет, сейчас меня убьют, вот меня убивают. И смотрим, как разъезжаются. Четыре танка, насколько я успел увидеть, поехало вниз. Сейчас картинку покажут нам. Нет, два, опять два танка всего лишь поехало вниз. Два просто через нижний выход поехали. А опять куча семерок едет наверх. Т-52 сейчас, я так понимаю, засветит центр. И опять уйдет вниз, как он уходил и в первый раз. А вот Т-52 Вованыч встречается с резиновым и проезжает мимо друг друга. Просто вообще на полной скорости. Засвечивает семерочек Вованыч, которые поднимаются наверх. Полетел резиновый ловить Вованыча. Друг по другу разрядились, не попали. Слушай, он сейчас еще и артиллерию может зарядить здесь. Вованыч пытается... Не-не-не, пока не светит. Но он увидел весь раж. Засветил, одно из арт только что прилетело. Прилетело, но это по-моему по трассеру. Потому что на этой карте я на своем экране сейчас показываю. Не увидел засвета, да? Нету засвета, да. Ну, значит, наугад очень хорошо прилетело. Он видел семерок внизу. Он видит просто все. Этот маленький малыш светляк. Да. А резиновый потерял в этом отношении инициативу. Он засвечивает сейчас только вот этих вот четырех семерок. И Буратино ваншотный. 206 хп у него. Я думаю, ты переключишься на него. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут горят, горят у нас трубы, что ли. Трубы горят? Трубы горят, да. А тем временем я все-таки угадал. Т-52 спустился и поехал по низу за артой. Посмотри. Да? Да. Ну, может быть, это будет опять. Но сверху пока что продолжается у нас массированный раш. Продвигаются злой Ромарио и Си. Вылетает. Ой-ой-ой-ой. Не пролетает он за артой. В него разряжаются, сбивают гусли. Сейчас добьют. Нет, 40 хп. Неужели пройдет? Нет, не прошел. Не прошел. Здесь всего две семерки у команды Браво. И мы видим, что здесь Маус, Е100 и 54-ка. Да еще и светляк внизу у команды Дельта. Да, ну вот очень хорошее место, зато заняли Дельта. Дельта. Горит, горит семерка внизу. Танчик ККК. Выдавливает. Браво сейчас выдавливает. Выдавливают вниз, естественно. Вы нам не должны здесь, ребята, снизу. Да. Ребят, до свидания, до свидания. До свидания, да. И месть минус с Кадей сверху. Еще и с балкона помогают. Лиса фокусят сверху тоже. Пытается он уйти. Наверное, уйдет из-за маяка. Тоже выезжают сейчас танки. Ой-ой-ой. Как сейчас это было красиво. Танчик так красиво сгорел. В фронтах. Вот, и смотрите. Т-54 полетел за артой у команды Дельта. Вот ты его сейчас, наверное, покажешь. Я попытаюсь переключиться. Я его уже не вижу. Он вышел из-за света. А вот он опять в засвете. Да, вот Ворон. Но осталось... А, вся арта есть еще. Вся арта. Сейчас арта срочно должна быть. Есть засвет. Здесь сейчас первая. Второй засвет. Третий засвет. Затахивается. Сейчас уберут арту у команды Браво. 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 Дальше двигается Т-92. Я думаю, что Ворон именно его сейчас будет забирать. А-21. И чем же он его так в лоб-то? Ну, потому что не достает артиллерия. Он разряжен. Не достает. А, он не достает. До СТ-шки, если она приезжает. Если она ее клинчует, да? Здесь все понятно, в принципе. Я думаю, переключишься. А ты говоришь, рота неравнознатная. Посмотри. Ой-ой-ой. Ну, здесь разбирают. Последнюю семерку на маяке давят у команды Дельта. Вчетвером. Но, тем не менее, 9-4. Арта сейчас будет убита. Помогает арта. Еще и арта помогла, кстати, и сюда, по маяку. Только что убила экзакта командира как раз. Да, СТ-шка будет брать базу. И остаются трое. Остаются трое. Прист. Все трое в центре. И здесь сейчас три семерки с поддержкой арты. Я думаю, что сейчас... У Приста остается 489 хп. Рестмаркер на него. Тем временем, минус 500 шакала. 54 ваншотный. Ваншотный приз не пробивает. Ваншотный не пробивает. И Таранов. Разряжается еще раз. Нет, не убил Таранова. Вот это да. Сейчас еще могут и забрать. Вот убили семерку, которая была здесь еще. Это, видимо, арта. Да, это арта. И Прозак один. Ну, один в поле точно не воин. И вот здесь уже едут. А него Маус сотка. Вот, убивают. Убивают. Убивают кого? Сиду. С этим временем... Последняя осталась. Прозак. Или Прозак. Я не знаю, как правильно ударить. Прозак. Прозак. По-моему, Прозак. Злой камерат едет сейчас на Прозака. Но зачем едешь? Ты просто его подсвети. Артиллерия твоя его заберет. Вот, артиллерия на 524 разряжается по нему. Еще на 431. Последний выстрел остался. Ну, все, там уже ничего не осталось. Ну, кстати, самый результативный игрок команды Браво. Именно Прозак. И последним остался в живых, кстати. Да, и вторая... Умирает. Все, минус. И вторая база оказывается намного лучше. И для одной, и для второй команды сейчас. А ты говоришь, неравнозначная рота. Посмотри. Очень даже напряженно у нас сегодня славится бой. Согласен, да. Я, наверное, поспешил. Наверное, поспешил. Вот это вот просто в первом бою. Минус Лаваныч. Минус Лаваныч. И вот это было все. Минус мораль, да? Да, минус мораль. Потому что ты видел, как он пролетел? Он пролетел вокруг балкона. Вокруг вообще по центру полностью. Сделал круг. Да, и успел съехать вниз. Успел съехать вниз потом и пошел уже. И пошел, да. И пошел за... И остался жив при этом еще до самого конца. Он умер уже только тогда, когда умерла арта. Последнюю арту только не успели. Не заметил, кстати, где он умер. Как-то нет. К арте 54 ехала. А, ты про второй бой нечего? Я про светляка, да. Второй бой. Да, да, да. Он не успел заметить. Но я имел в виду первый бой. Что в первом бою Вова насчет быстро умер. Первый мы же обсудили. Да. Окей. Второй бой. Здесь, в принципе, инициатива была на стороне обеих команд. Ни одна из команд не сидела, можно сказать, в дефе там. Или не ждала вторую. И обе команды пошли так резко в раж. Просто на разных направлениях. Резко. И обе команды, в принципе, выполнили свои задачи внизу. Но единственное, что у команды Браво светляк не смог пролететь, как он пролетел в первый раз. И это, в принципе, я думаю, очень сильно решило бой. Да. И низ после этого задавили, прошли по низу, убили арту. Вот мы видим не в первый раз, что потеря арты, это потеря боя. Делали, кстати, сделали какие-то замены у нас Гоу Браво. Гоу Браво? Да. Я не заметил, кто... У них появилось Е100, во-первых. А, да, извини, извини, извини. Просто, по-моему, это были кадры. Две арты, две арты. У них было три, насколько я помню. Три, сейчас взяли две. Да, сейчас две. Видимо, с первой базы они берут три, со второй две. Да. Какая тактика, экзакта. Не знаю, что он творит, этот парень, но что-то он знает. Но он явно знает, что творит. Да, явно знает, что творит. Смотрим состав. Да, кстати, у Гоу Браво не меняется абсолютно. А Альфа... Ой, а... Подожди, у Браво не меняется. У Дельта не меняется, а у Браво... Опять две арты вместо трех. Отказались... Почему-то... Точно такой же состав, как в первом раунде. Да, отказываются они от тяжей других, кроме семерки. Не надо нам ничего. Да, семерка самый лучший танк, да? Ну, на самом деле, я лично считаю, что семерка не самый лучший танк. Мне она вообще не нравится тем, что я сел на нее после тридцатки. И как бы стреляешь, дамага нет. Ну, вот ты знаешь, как бы у меня тоже есть все тяжи абсолютно десятого уровня. Первым была тридцатка из них, потом семерка, потом появились немцы. На всех уже достаточно неплохо накатался, но только на Маусе поменьше. Как-то он мне меньше импонирует. И что я хочу сказать. Вот, на мой взгляд, семерка, вот если говорить не про турнир, для каждого турнира, для каждой карты, для каждого боя на глобалке, в принципе, подбирается свой сетап, да? А если говорить вот о рандоме... Давай смотрим. Дельты разъезжаются. У нас вниз едет в этот раз, по-моему, очень много тяжей. А у Браво все так же. У Браво все так же. Два тяжа вниз и все наверх. Очень быстро по светляку. Резиновый сейчас засветил все. Засветил весь раш абсолютно так же, как Ваваныч он проехал в первом бою. Вот он проскочил уже назад. Да, и покажи, что он засветил. Практически все. Сюда сейчас должна накидывать артиллерия. Опять вниз у Дельты. Очень много танков. Пять, по-моему. А тем временем Ваваныч. Ваваныч гонится за Резиновым. И сейчас засветит, наверное, тоже вражескую команду. А Резиновый остановился. Есть арта, есть. Видно две артиллерии сейчас. Ой-ой-ой. Дельта видит артиллерию Браво. Если сейчас артиллерия Браво будет умирать. Одна есть. Вторая движется. Она достаточно быстро едет. Ну, попадите. Не попадете. Слушай. Попали. Все, минус арта. Как выезжают сейчас очень сильно Браво у нас на Дельту. И Дельта должна, в принципе, здесь их принимать. Куда они пытаются заехать? Куда вы, ребята? А Светляк-то пошел. Резиновый. Посмотри, Резиновый, что делает. Ты посмотри, что он делает. Что он делает? Что он делает? Нет. Нет, он проходит мимо. Он прошел только что. Ой-ой-ой. Ваваныч врезался в сплиттеров своего. Да. Убился об своего. Просто убился об своего. Что это было, ребята? А Резиновый проходит и видит арту. Но арты у команды Браво уже нет. Он может здесь надеяться только на себя, если он только сам вырежет эти арты. Я сейчас слежу за ним. Это очень интересно. Вот первая арта разрядилась. 61-й разряжается по нему, промазал. Тем временем Ворон на 54 приехал и берет базу. Дельта берет базу. А у Браво Светлячок приехал к трем артам. Арта у Браво мертва. Соответственно, он может рассчитывать на свои только силы, как я уже сказал. Он здесь катается, светит. Я не понимаю, что он делает. Он не стреляет по этим артам. Он их только светит. Там, в принципе, семерки могут сверху разряжаться. Но у них там свои проблемы-то. Да. Сейчас счет равный. 3-3. Еще одна арта промахивается по нему. Он тоже перед базой. Ой, Ворона тут согнали просто с захвата. Но он сделал очень хорошо. Две другие харты абсолютно просто... Да ну его. Перестали по нему разочиняться вообще. Ой, минус ГВТПЕ. Минус ГВТПЕ. Сейчас он добьет еще одного объекта 61-го. Вот он добил. Зарвал ему боевкладку. Но там он и так был ваншотный. Сейчас будет последнего добивать. Врезался в него. Так вроде хорошо. Дельта начали. Сейчас они проигрывают 5-7. Да. Все-таки. Тут уже по-моему просто личным скиллом затащили. Личным скиллом, да. Огромнейшая ошибка была. 51-й бросил. Вообще даже не пытается к нему повернуться. Уже разряжается последний. Огромнейшая ошибка была. Смотри сколько мертвых. Вот сейчас с зелеными никами. Злой Камератра, Марио, Сидо. Вот я могу их вот так вот наверное. Да, все на центре. Потому что они начали отвлекаться на светляка. Им надо было принимать этот раш. Покажи быстрее, покажи 54-ку. 54. Да, вот здесь что происходит. Вовит светлячка. Поздно он уже вернулся, конечно. Вся арта погибла. И такой покоцанный. Слушай, на чужой базе он только что был довольно целеньким. Сейчас он... А его сейчас здесь и убьют. Он не поймает этого светляка. Его уже раз разрядились. Еще раз. И светляк, кстати, в него разрядился на 72. Смотри, он сейчас его убьет просто. Светляк? Да. Давай, вот так вот. Вот это резиновый. По-моему, резиновый сегодня герой дня. Да, остается один только Маус. Не остается Маус. Причем дважды герой. Надо констатировать, это факт. Надо сказать, что вот где-то на второй-третьей минуте боя я хотел сказать, а ты хотел сказать неравноценные такие роты. Да, что сейчас Дельта затащит. Когда без арты осталось, браво. А вот так вот, хоп, и на личном скиле. Не надо, браво, нам не нужна артиллерия, ребята. Мы без артиллерии затащим. Ребята, это было красиво. Спасибо вам. Спасибо вам, действительно. Потому что это действительно было красиво. Как-то оригинально, нетрадиционно, не так, как обычно бывает.